Дочери Любови Байшевой 12 лет, но в школу она ходить не может. У Насти синдром Ретта. Неврологическое расстройство, являющееся одним из наиболее распространенных редких заболеваний у детей. Самостоятельно она не передвигается. Даже выйти из дома – проблема, не говоря уж о ежедневных походах в школу. Мы обучаемся дома в связи определенных условий. У нас должны быть архитектурные условия доступности к нашему образовательному учреждению, но, к сожалению, у нас их нет. У нас не оборудована подъезд с пандусами, у нас не оборудована доступная среда к школе и, соответственно, сама школа не оборудована доступом. В принципе, что показывает, что нам невозможно посещать школьное учебное заведение. Настя занимается на дому, но обучением этот процесс назвать сложно. Ребенок занят, но результатов мама пока не видит. У нас за три года обучения поменялось много педагогов. Даже существует такой момент, что не все педагоги обладают определенной квалификацией, именно обучая таких детей. Педагог лишен возможности нормально обучать, потому что нет обратной связи. То есть, получается, ребенок, учась шесть лет, то есть у нас программа получается только шестилетка, она все эти шесть лет должна рассматривать картинки. Однако ситуацию нельзя назвать безысходной. Особенных детей, таких как Настя, можно обучать при помощи специального оборудования. Существует такая практика во всем мире, где обучают людей с ограниченными возможностями по системе трекинг. Это система, которая позволяет считывать со взгляда определенную информацию, по которой можно получить обратную связь. То есть, давать ребенку определенное задание, она взглядом будет исполнять это задание. И в этом процессе она может научиться считать и складывать какие-то слога и так далее. То есть, у нее появится коммуникативная связь с внешним миром, который облегчит, в принципе, ее жизнь и позволит общаться нам, здоровыми людьми, с такими детьми. Ежегодно растет количество детей, обучающихся на дому. Семейное обучение отличается от надомного. Ребенок занимается с репетиторами или при помощи онлайн-технологий в школу ходит, чтобы сдавать контрольные зачеты. Любовь Байшева не сторонник такого обучения. Она хочет, чтобы ее дочь училась вместе с другими детьми, ходила на школьные праздники. Но в 12 лет Настя остается запертой в квартире. А выйти из подъезда она может, если маме помогают несколько человек. И бывает это очень редко. Например, нужно срочно поехать в больницу. Тем не менее, Любовь Байшева считает, что ее ребенок не должен расти в изоляции от общества и надеется, что рано или поздно в Рязани изменится отношение к особенным детям.